Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Криптофатеев. Сегодня у нас обзор рынка криптовалют, последние новости за 24 часа и прогноз биткоина. Что касается биткоина, у нас он пытается закрепиться на 7700 и пытается пойти наверх на 7800. Что касается теханализа, графика, мы видим, что тут вот хорошая зона сопротивления, которая у нас была показана еще в июне. Он не смог ее пробить, не смог там удержаться и пошел на низ. Сейчас у нас будет развязка, куда биткоин шагнет, либо шагнет он наверх. Будет такое манипуляционное движение, что мы типа прошли эту зону сопротивления и идем наверх. То есть так киты решат, либо мы сразу пойдем на низ. Я считаю, что после такого роста, которое длится у нас с 14 числа и уже биткоин подорожал, ой-ой-ой, скоро подорожает почти на 2000, если это будет 8100. Мы можем сказать, что падение, оно будет очень серьезное и падение будет собой вести непосредственно именно снижение капитализации биткоина. То есть если мы посмотрим, действительно оно так и будет. Весь график, весь теханализ показывает то, что после роста биткоина идет снижение. Но правда здесь я показал, мы находимся в нисходящем движении, а здесь мы находимся якобы в развороте. Но рынок не растет, растет только биткоин. Это тоже нужно учитывать. И поэтому тут с нами может все это сыграть в злую шутку. Ну вот например, подобную ситуацию мы видели здесь, когда биткоин рос-рос, потом очень сильно упал. И мы видим, что падение зачастую бывает куда сильнее, чем рост. И здесь точно так же был рост и потом сильное падение. Поэтому это нужно учитывать. Тот, кто сейчас в биткоине, у него есть какие-то позиции. Я считаю, что нужно выходить, потому что можно доиграться. То есть очевидно, что уже скоро будет падение. Но я считаю, что в краткосроке у нас диапазон это 7700-7800. Это уже там, где мы будем закреплены. И потом непосредственно снижение, жесткое падение рынка. Это мои мысли. Вы можете с этим не соглашаться и как бы вам решать. Что касается альтов, я вчера обозначил альты, которые находятся на дне. Когда будет биткоин падать, я считаю, будет исключительно падать биткоин, а не весь рынок. Потому что качают биткоин, а альты находятся на прежних позициях. Конечно, по альтам я думаю и считаю, что это тоже ударит. Но ударит не сильно. То есть падение, которое будет биткоина, оно не сильно ударит по ним. И если мы будем говорить про те альты, которые я рекомендовал. Вы можете посмотреть, что это те цены, которые были после выхода вот этих альтов. То есть цена, например, Quantum, она была в июле прошлого года. Вот практически один год назад она была вот эти позиции. То есть она была и стоила 7 долларов 34 цента. После этого, после лета мы такую цену не видели этой криптовалюты никогда. А те люди, которые хотели, как я, покупать в феврале и не купили, для них это сейчас очень хороший шанс зайти на рынок. То есть либо ты вложил 30 долларов и купил на нисходящем движении и прогорел. Либо ты, значит, купил криптовалюту по 7 долларов, как она выходила после релиза, столько стоило. И, значит, ждешь, когда она даст иксы. Ну, то есть это мои мысли. Конечно, вы можете для себя отмечать другие криптовалюты, другие точки входа. Конечно, по альтам я хочу сделать так заявление. И вчера я его делал, что мы находимся в нисходящем движении. Это нужно понимать везде, где мы зайдем. Вот такой график, он падающий. Есть куда падать, безусловно. Но дно и идеальную точку входа очень трудно найти. Это просто учтите и, ну, как бы имейте в виду. Поэтому, как бы так. Что касается новостей, биткоин может получить поддержку оффлайн-транзакций. И, по мнению разработчиков, внедрение подобной функции заметно улучшит архитектуру сетей. Если протокол Witness Sigvit улучшил масштабированность блокчейна, то Lightning Network и инициатива BIP-174 призваны значительно улучшить юзабилити. Ну, и также идею поддержал и Питер Грей, основатель стартапа CoinKite. И в свой кошелек ColdCard компания уже добавила поддержку транзакций с частичной подписью. Биткоин, биткоин кэш, эфириум и лайткоин появились в конвертере валют Google. Я это еще заметил 3 дня назад, но я вам не говорил, потому что, думаю, мы появились, появились, что такого. И, по умолчанию, сервис показывает курс по отношению к местной валюте. Что хочется лично от себя отметить, это такой неплохой, значит, шаг в сторону криптовалют. То есть, если уже Google так начинает внедрять. И, кстати, Google не отменил рекламу ICO, хотя грозился в июне. Мы все с 1 июня отменяем рекламу ICO, но реклама еще крутится. Это говорит о том, что либо Google в будущем будет сотрудничать и поддерживать всяческие криптовалюты, либо-либо. Ну, кстати, нужно еще заметить, что Google хотел себе, значит, переманить разработчика эфириума. Поэтому я считаю, что Google все-таки поддерживает криптовалюты, но, значит, негативно относится к ICO. Хотя реклама еще крутится, еще раз хочу заявить. Майк Новоградс, производительность EOS скоро достигнет 50 тысяч транзакций в секунду. Кстати, когда я сравнивал EOS и эфириум, мне почему-то, блин, пошли оскорбления о том, что EOS таких транзакций не будет поддерживать. А тогда, когда я сравнивал EOS и эфириум, я говорил, что EOS вполне может достичь 50 тысяч транзакций в секунду. А мне говорили, что ты за дичь говоришь, и вот, пожалуйста, уже авторитетные лица говорят об этом. И уже сейчас производительность сети достигает 5000 транзакций в секунду, и этот показатель возрастет до 50 тысяч в ближайшие месяцы. Я думаю, институциональные инвесторы понемногу начинают понимать, что блокчейн станет Web 3.0. И они захотят принять участие в этом точно так же, как и было в момент развития всемирной сети. Ну и очевидная новость, что индекс доминирования биткоина вырос до декабрьских значений. В принципе, тут, я думаю, объяснять не нужно. И, конечно, этот индекс сопровождается потом падением, то есть биткоин откатывается, я думаю, он откатится до 38% в будущем, а альты возрастут. И что касается правительства США, оно конфисковало более 500 BTC, принадлежащим иранцам. И в прошлом году по невыясненным причинам правительство США конфисковало большее количество биткоинов. И этот процесс все еще продолжается. Некоторые люди думают, что конфискация связана с обходом американских санкций владельцами биткоинов. Владельцы конфискованных биткоинов не могут применить никаких правовых мер против США внутри страны, так как в Иране запрещены криптовалюты. Ассоциация ищет возможность использования международных правовых норм, но к настоящему времени не был найден эксперт, взявшийся бы за дело. Но я так понял, что биткоины были изъяты через биржу, потому что как по-другому, я не знаю. Разве что с паяльником как-то все-таки пытать номер кошелька, сам кошелек. И, конечно, нужно иметь в виду, что если в США такое происходит, то в России еще хуже. То есть некоторые жалуются, что там США хорошо, в России там хуже. То есть нужно учитывать, что в России то же самое. То есть Павел Няшин, инциденты все помнят. То есть я считаю, что ситуация с Павелом Няшиным это все-таки дело рук властей. И, конечно, тупости самого Павла Няшина, который светил в Инстаграме деньгами. Ну, в общем, ладно, не будем о плохом. Власти Китая намерены решительно пресечь деятельность нелегальных майнеров. И местные коммунальные учреждения и компании будут привлекаться к ответственности, если не смогут пресечь нелегальные майнинговые операции. В этом регионе у меня есть два партнера. У одного 18 тысяч майнеров, у другого 40 тысяч. В последнее время они отчаянно призывают о помощи и просят меня найти для них место в США и Канаде. Эти операции не приносят в экономику региона ничего, а лишь вызывают скачок объемов потребления электричества. Говорится в документах ЕС. Ну и двадцатка разработает стандарты противодействия отмыванию доходов с помощью криптовалют. Хотя криптоактивы пока не представляют рисков для стабильной мировой финансовой системы, необходимо оставаться бдительными. Мы повторяем наши мартовские заявления и просим ФАТВ пояснить и прояснить возможность использования существующих стандартов для криптоактивов. Ну и сообщается, что на этих выходных 21-22 июля проходило собрание министров финансов и глав централизованных банков стран-участниц Г-20. В ходе собрания еще раз была подчеркнута важность пристального мониторинга сферы криптовалют. Азиатская фирма FUSON запустит костиденциальный сервис для криптовалют. И SEO-компания Генри Чон сравнил с костиденными сервисами банков на традиционных рынках. По его словам, компания уже сотрудничает со страховыми фирмами для обеспечения безопасности цифровых активов. Запуск нового сервиса запланирован на октябрь-декабрь 2018 года. Ну и возвращаясь к биткоину, мы видим, что биткоин уже не только хочет закрепиться на 7700, но и опять-таки взять зону 7800, что больше, чем зона сопротивления. То есть хочет пробить эту зону сопротивления. И нужно учитывать то, что за этим последует, я думаю, что падение. И падение будет глубокое и серьезное. Нужно к этому отнестись серьезно. И в то же время, если у вас есть какие-то позиции по биткоину, считаю, что покупка на 6200 здесь, выход будет самым лучшим в решении. Но, тем не менее, это лишь мои мысли. Вы можете этого не делать. Я лишь констатирую тот факт, что у нас рост продолжается. И очень долго он так не продолжится. Ну а с вами был Криптофотей. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok